Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеяла вся страна, автоматически становится хорошей. Так что в эфире только хорошие новости в нашей программе Чисто Ньюс. Смотрите сегодня в выпуске. Киевсовет утвердил бюджет на 2015 год. По словам мэра Виталия Кличко, расходы на госуправление уменьшены на 20 миллионов гривен. А на образование и медицину увеличены на 30 и 64 миллиона гривен соответственно. На вопрос, каким образом, сэкономив 20 миллионов, удалось получить 94, Виталий ответить не пожелал. На пост президента Польши претендует транссексуал Анна Гродска. А в случае победы Анны на выборах может возникнуть уникальный прецедент, когда президентом страны и первой леди будет один и тот же человек. В своей программе Дмитрий Киселев заявил, что Владимир Владимирович Путин может уничтожить НАТО одним телефонным звонком. Больше всех по этому поводу распереживалась братская Беларусь. Ведь в их случае хватит и смс-ки. А теперь об этом и многом другом более подробно. Что ж, начнем. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что на этой неделе Верховная Рада должна решить ряд очень важных вопросов, таких как обеспечение обороноспособности, усиление борьбы с коррупцией, информационной безопасности и, самое главное, рассмотрение закона проекта о снятии депутатской неприкосновенности. Необходимость принятия такого количества решений за такой небольшой срок обусловлена тем, что если законопроект о снятии депутатской неприкосновенности все-таки будет принят, то, возможно, следующие законы принимать будет уже некому. Напомню, что ранее законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в ноябре минувшего года уже рассматривали на примере Нестера Шуфрича, в результате чего сам Нестер Иванович долгое время мог рассматривать что-либо только одним глазом. Помимо этого парламентская газета «Голос Украины» сообщает, что около 300 депутатов Верховной Рады Украины в конце 2014 года получили компенсацию из годбюджета нашей страны для аренды жилья или найма гостиничного номера. Среди них такие известные личности, вот интересные, как Михаил Добкин, нуждающийся человек, значит, Иван Волога и Алена Кошелева. Ну вот мы с Валерием, вы знаете, друзья, попытались разобраться в сути этой компенсации. Ну, начнем, как говорится, с простого к сложному. Депутаты в Киеве делятся на две части, на два подвида, так сказать. Значит, первый вид – это те, у которых есть жилье в столице нашей страны. И второй вид депутатов – те, которые вынуждены арендовать жилье в Киеве. Другими словами, те, которые говорят, что у них этого жилья нет. Таких причем гораздо больше, а именно около трехсот человек. Так вот, этим людям, я перебил, извини, если те, у которых есть жилье, у них зарплата составляет около шести тысяч гривен, то те, у которых жилья нет, будут получать всего пять тысяч гривен. Зато государство будет компенсировать им деньги, потраченные на аренду жилья. И мы очень надеемся, что эта сумма, это логично и недорого для бюджета нашей страны, не будет превышать одну тысячу гривен. Вот, значит, мы тогда с Валерием залезли в интернет, как говорится, и выяснили, какое пристанище сможет себе позволить народный избранник на такую сумму. Единственный вариант, который нам удалось отыскать, это однокомнатная студия в районе метро Житомирская. Ближе, конечно, находится сам Житомир, но ближайшее от него метро – это действительно станция Житомирская. Также, да, на небольшом расстоянии, но чуть больше находится станция метро Пролетарская, но это уже в городе Минск. Да, вот фотография квартиры, друзья, в которую может предположительно перебраться, к примеру, Михаил Добкин и своего особняка в Харькове, ну, на время работы в парламенте. Вот, с первого взгляда может показаться, что на фото видно только ванную комнату. Однако нет, нет, это вся квартира целиком. Если обычно студия – это объединенная гостиная и кухня, то в данном случае хозяева пофантазировали и совместили спальню с туалетом. Самого туалета, к сожалению, не видно, потому что фотография делалась, сидя, видимо, на нем. А также на фотографии не сразу видна и кровать. Это и неудивительно, ведь в отличие от туалета, ее там действительно нет. Вместо нее жильцам предлагают использовать висящую на стене вторую ванну. Мне, кстати, кажется, что депутатам здесь будет достаточно удобно. Вы обратите внимание, какой богатый мебельный гарнитур. Это табурет, тумба, вот, и даже вот этот гвоздь над дверью, который выполняет функции гардеробной комнаты. Есть еще одна очень немаловажная деталь, которая подчеркивает компактность данного жилища. Дверь из квартиры выходит прямо в лифт. Однако наша программа считает, что это не предел экономии. Согласитесь, что господин Добкин и госпожа Кошелева могли бы снимать эту квартиру на двоих. Но, разумеется, при условии, что Михаил Маркович поведет себя как джентльмен и согласится спать стоя, облокотившись на сливной бочок, уступить ванну Кошелевой. Шокирующая политическая новость из Польши. На предстоящих выборах в президенты одним из кандидатов является транссексуал Анна Гродска и всерьез претендует на пост президента этой страны. В свое время Анна стала первым транссексуалом, избранным в Нижнюю палату Национальной ассамблеи. Но так как у нас про верхнюю палату нет никакой информации, можно сделать вывод, что там Анна была уже не первой. По мнению политологов, такой прецедент может создать ряд неудобств. К примеру, на официальной встрече президент другого государства не будет знать, как ему себя вести, пожимать руку Гродской или целовать. Также непонятно, как нужно будет обращаться к Анне. Пан, пани или пано. В любом случае, пока Гродска не стала президентом, размышления политологов уместны только с приставкой «если бы». А как говорится «если бы» у бабушки был… А вот как раз здесь эта пословица не совсем уместна. Примечательно, что популярность в Польше Анна получила именно благодаря смене пола. Учитывая этот факт, мы предлагаем некоторым другим политикам также воспользоваться этим приемом и повысить свой рейтинг. Вот как бы выглядела, прислушавшись к нашему совету президента России Влада Путина. Таким бы стала лидер Соединенных Штатов Барака Обама. Ну и, конечно же, бессменная предводительница белорусов Александра Григорьевна Лукашенко. Мы продолжаем. 1 февраля издание «Вести.ру» опубликовало стенограмму эфира программы Дмитрия Киселева под заголовком «Путин может уничтожить НАТО одним телефонным звонком». К этому заявлению многие отнеслись очень скептически. Как результат, в интернете появилось много фото-жаб на эту тему. Вот, к примеру, одна из них. Чтобы не быть голословными, мы решили провести собственное расследование. И прямо сейчас, в эфире канал «1 плюс 1». Мы позвоним в НАТО и узнаем, действительно ли можно уничтожить их одним телефонным звонком. Итак, пожалуйста, соедините нас с НАТО. Там через девятку. Hello. You have called to НАТО. If you want to choose Russian language, please press 1. А, говорят, чтобы выбрать русский язык, нажмите 1. Жмём. Если вы хотите обсудить вопросы национальной безопасности, нажмите 1. Узнать больше об акции расширения НАТО на восток, нажмите 2. Угу. Если вы Владимир Путин, нажмите 3. Угу. Давайте нажмём 3. Давайте. Спасибо за ваш выбор. Оставайтесь на линии. Угу. Пожалуйста, подождите. Ваш звонок очень важен для нас. Естественно. Спасибо за ваш звонок. Мы уничтожены. Спасибо большое. Неудобно получилось. Друзья, пока Валерий Житков будет пытаться дозвониться в 9-1-1, чтобы спасти НАТО, нашу программу продолжит наш специальный корреспондент Евгений Кашевой в рубрике «Рот народа». Всем привет, Вася. С вами Жека. Знаете, недавно лазил в интернете, Вася, и оказалось, что в 2015 году, Вася, очень много, Вася, знаменательных дат. А именно, Вася, 70 лет со дня основания ООН, 190 лет со дня восстания этих каратистов, Вася, не, а, декабристов, извините. Да. И, значит, ровно 60 лет, Вася, как киевские власти обещают, Вася, провести метро на Троевщине. Да. Значит, сейчас нам это обещают сделать Кличко, Вася. Ну, вроде в этот раз говорят, что стопудово построят, Вася, уже даже деньги выделили и место, Вася. Значит, проходить метро будет, это, по улице господина Анаре де Бальзака. Вы знаете, мне кажется, что они до этого его не строили, потому что думали, что Бальзак где-то там захоронен. Да. Значит, смотрите. Лично для меня строительство метро на Троевщине – это огромный, Вася, плюс. Потому что скорость доставки лохов на район увеличивается в 10 раз. Но это тоже не самое главное, кстати. Да. Значит, строится вся эта конструкция, Вася, будет 4 года. Почему именно 4? Потому что Виталику осталось бикмэром только 3,8. И вдруг, если какая-то хренатень из этого получится, то отвечать придется кому-то другому. Вот. Значит, стоить это все будет где-то 2 миллиарда гривен, Вася. Как по мне, так это не очень дорого, знаете, Вася. Вот. А если переводить на доллары, то к марту это вообще будет долларов 400-450. Да. Но все равно у меня есть предложение, где можно, Вася, сэкономить. Значит, смотрите. Во-первых, можно сэкономить на вот этих перепрыгивалках, которые на входе стоят. Вообще непонятно, нахер они там нужны, только ходить мешают. Во-вторых, можно пустить поезда только в одном направлении – из Троевщины, Вася. Все равно, Вася, обратно на район никто возвращаться не захочет. Значит, чтобы еще отбить бабло, Вася, помимо жетонов, Вася, нужно дать этим бабкам в будках еще и семки, Вася. Поверьте, я знаю, что я говорю – семки разойдутся гораздо быстрее жетонов. Вот. Дальше. Мой совет строительства. Вы повесьте, пожалуйста, не просто букву «М» Вася на входе, а напишите слово целиком, потому что я своих пацанов знаю, Вася. Они реально подумают, что открыли огромный сортир, Вася. А ну, вам надо каждый день его разминировать. Вот. Значит, подытожим. Я думаю, что метро на Троевщину построят только в том случае, если этот пункт будет обязательным пунктом для вступления Украины в ЕС, Вася. Вот так. С вами был ЖЭТ. Живите четко и не косяк. Слышь, пацан, тебе проездной метро на Троевщину нужен? Слышь, пацан, что значит через четыре года построят? Через четыре года построят у тебя нема проездного. Иди сюда, Вася. Спасибо, Евгений. Мы продолжим другими новостями. Одна из них пришла к нам из Крыма. Итак, в Крыму, в Севастополе 16 марта, а именно день проведения референдума о присоединении к России, будет объявлен выходным днем. Предположительно, что в этот день в Севастополе будут организованы праздничные мероприятия. Ожидается, что помимо конкурса на лучший тост за здоровье Владимира Путина, крымчан ждет сюрприз, а именно веерные включения электроэнергии. Мы продолжаем. Друзья, вы знаете, во время подготовки к каждому выпуску Чиста Ньюс мы просматриваем большой объем достаточно информации в сети, статьи, различные фотографии, видео и часто сталкиваемся с вещами, которые нас просто поражают. И сегодня мы хотим представить вашему вниманию подборку таких поразительных вещей, а именно обычные рекламные объявления, которые мы нашли в сети. Эти объявления вызвали у нас неоднозначную реакцию. Надеюсь, что вас они тоже повеселят. Итак, объявление номер один. Запись на акцию «Я выбираю жизнь» окончена. Звучит двояко. Мы надеемся, что запись закончена, потому что все уже записались, а не потому что организатор акции так и не дожил до ее начала. Еще одно объявление. Мыши по половым признакам не продаются. Безусловно, продавца, писавшего это объявление, можно понять, сколько же можно брать с собой на работу лупу и постоянно заглядывать, девочка это или мальчик. Ну и третье объявление. Внимание! Колготки для полных женщин Дима. Сначала мы удивились, ведь для женских колготок название весьма странное, но когда мы присмотрелись, мы увидели, что производителем колгот является Володя. И тут все стало на свои места. Что же, хочется от всей души поблагодарить авторов подобных объявлений. Мы и дальше будем следить за вашим веселым творчеством. К новостям Украины. Украина медленно, но уверенно движется в сторону Европы. Так наше государство делает огромные шаги на пути к достижению мировых стандартов в различных жизненных сферах. И мы нашли несколько тому доказательств. Полным ходом осваиваются стандарты в жилищно-хозяйственной отрасли. Так в Европе очень развито сортирование отходов. А вот. Но если там люди делают это самостоятельно, то у нас этим занимается специалист по сортировке. Также сделаны первые шаги и в туристическом бизнесе. Чтобы хорошо отдохнуть и насладиться прекрасным видом, теперь необязательно ехать на турецкий курорт. А достаточно просто снять квартиру в Николаеве. На Канарских островах можно отдохнуть лежа прямо над водой. Прекрасный вид. Теперь такая услуга предоставляется и всем отдыхающим в Приазовье. Мы следим за развитием событий в этом вопросе, о чем и дальше будем вас информировать. Напомним, что в эфире программа «Чисто Ньюз». Программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. Даже если эта новость криминальная. Итак, криминальные новости в «Чисто Ньюз». В московском метро пьяный студент из Калмыкии откусил палец полицейскому, который пытался вывести молодого человека на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции российской столицы. Своим поступком студент из Калмыкии в очередной раз доказал, что студент и народ голодный, а конкретно калмыцким студентам так вообще палец в рот не клади. Следствию пока неизвестно, с какой именно целью представитель правоохранительных органов засунул свой палец в рот парня, но уголовное дело в отношении задержанного все-таки возбуждено. Самого полицейского ждет психологическая реабилитация, потому что эта травма серьезно скажется на его профессиональных способностях. Ведь теперь он не сможет предупредительно пригрозить пальцем потенциальным нарушителям. Мы продолжим. В интернете видеоролики, снятые обычными людьми, набирают такое количество просмотров, что им могут позавидовать даже голливудские блокбастеры. Поэтому будет вполне справедливо, если мы сегодня отметим самые интересные, на наш взгляд, ролики. Итак, сегодня видеосюжет, который снят в жанре трагикомедия и основан на реальных событиях. А в роли главного актера мы наблюдаем упитанного мужчину. Даже скорее не упитанного, а укушанного. Сюжет простой. Посреди бела дня он едет на электричке, ну, то ли с работы, то ли на работу. Я думаю, все-таки на работу, потому что домой в таком виде его вряд ли пусть. СМЕХ Да, и так этот фильм документальный, но снят по всем законам художественного. Обратите внимание, в начале фильма главный герой явно отрицательный персонаж. Но прямо на глазах зрителя его характер меняется, и он превращается в положительного. СМЕХ Опять же, с первого взгляда многие критики назовут этот сюжет фильмом одного актера. Но это не так. Фильм намного глубже. Вы знаете, и актеры второго плана, ранее находившиеся в тени, также проявляют себя. СМЕХ СМЕХ Ну, и, конечно же, стоит отметить саундтрек этого фильма. Давайте послушаем. СМЕХ 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 С первого взгляда может показаться, что это поет и играет на баяне женщина в вагоне электрички. Но, судя по тому, что кроме главного героя никто в вагоне на нее не реагирует, эта музыка звучит только в его голове. СМЕХ СМЕХ За эту неделю это видео просмотрело более двухсот тысяч человек. И некоторые даже оставили свои комментарии. Вот некоторые из них. СМЕХ У него такое доброе лицо, я б ему еще чекушку дал. СМЕХ СМЕХ Или вся Россия в одном видео. СМЕХ Ну, и третий вариант. Где-то в середине гум-конвоя. СМЕХ Огромное спасибо всем, кто работал над этим фильмом. СМЕХ Надеемся, что у главного героя хватит здоровья на то, чтобы снова появиться на экранах и порадовать нас. СМЕХ Мы продолжим. Недавно в интернете появилось видео, на котором можно увидеть абсолютно разные эталоны красоты женской фигуры. От анорексичных древних египтянок, пышных итальянок эпохи Ренессанса, и вплоть до фигуры современной девушки модельной внешности. Этот видеосюжет стал очень популярным в интернете, а мы нашли в нем один интересный нюанс. Если просмотреть это видео в обратной перемотке, то можно увидеть эволюцию фигуры Натальи Могилевской. СМЕХ К сожалению, пока нет аналогичного ролика об эволюции мужской красоты, поэтому приходится по-прежнему удовольствоваться хорошо знакомой картинкой из учебника по биологии. СМЕХ Мы переходим к спортивным новостям. Довольно курьезный эпизод произошел в матче 1-4 финала Кубка Африки по футболу. Защитник одной из команд Габриэль Закуанье лежал на носилках и ждал медиков. Когда те подъехали на машине, они врезались ему в локоть. СМЕХ Случай настолько вопиющий, что у одного из игроков команды соперника от увиденного волосы встали дыбом. СМЕХ Многие скептики сразу предположили, что таким образом медицина оказывает давление на африканский футбол. Ну, либо же водитель скорой помощи просто оказался фанатом другой команды. СМЕХ Хотя, вы знаете, существует вероятность, что бюджет сборной команды Конга настолько невелик, что легче добить игрока, нежели его лечить. СМЕХ Кстати, это первый случай в истории автопрома, когда в машине было сразу два тормоза. Один под ногой, второй за рулем. СМЕХ А сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. Итак, на третьем месте сегодня каратист, который решил потренироваться прямо у себя дома. СМЕХ На втором месте начинающий футболист, которого набивать учил сам Месси, а бить через себя Артем Милевский. СМЕХ Ну, а побеждает сегодня неудержимый представитель тайского бокса. СМЕХ Спасибо нашим спортсменам. Будем ждать от них новых, еще более сомнительных спортивных достижений. На сегодня новостей больше нет. Программа «Чистая Ньюс» желает вам мирного неба над головой. И родной земли под ногами. Смотрите нас завтра вечером сразу после выпуска ТСН. До свидания. Берегите себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ